Вам нужны рубли на текущие расходы, но вы не хотите продавать криптовалюту, ожидая роста? Компания Криптофинанс, бренд которой принадлежит фирме ООО МКК Ковентгарден, готова совместить удобство займов по интернету с современной технологией блокчейн, обеспечивающей невероятный уровень безопасности цифровых активов и фиатных денежных переводов, и представляет инновационную услугу SmartZime. Это принципиально новая услуга на современном рынке кредитно-финансовых организаций. Принцип ее работы заключается в следующем. Клиент отправляет заявку на займ с выбранными параметрами. Система автоматически генерирует смарт-контракт. Контракт активируется с момента перевода денежных средств на счет клиента. До окончания срока действия контракт помещается в исполняемую среду блокчейна и работает в автоматическом режиме. Подробности на сайте криптофинанс.рф Итак, добрейший вечер, дорогие друзья, с вами Крипто Фатеев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа и прогноз биткоина. Что касается криптовалютного рынка, у нас ситуация почти остается такой же. Все практически криптовалюты у нас находятся в красноте, но за исключением некоторых криптовалют, которые я, кстати, советовал. Осоветовал я Anthology, которая сейчас неплохо откатывается. Ну и, конечно же, сейчас неплохо взял откат VeChain. Дело в том, что эта криптовалюта у нас уже, я так понимаю, на новом блокчейне. Я не вникал в ее подробности, потому что я ее не покупал. Меня действительно оттолкнуло то, что VeChain стал таким платежным сервисом на сайтах порнографического содержания. И, соответственно, после этого потерпел крах. Но, тем не менее, может для каких-то людей действительно это событие стало очень неплохим. Потому что этому последовал трон. И говорить о том, что это плохо, что криптовалюты в качестве оплаты добавляют на порнографические сайты. Конечно же, я так не говорю. Я считаю, что это очень даже неплохо. Потому что должны быть криптовалюты первопроходцы. Но VeChain, к сожалению, меня разочарует тем, что на него производится успешная атака. 51%, вернее, производилась. И, в соответствии с этим, я ее не рекомендовал. И, более того, скажу, что даже не задумался покупать. Говорить о том, что на таком рынке нужно сейчас пойти покупать эту криптовалюту, язык не поворачивается. Потому что все у нас говорит за то, что рынок у нас еще потерпит падение. Litecoin трогал 49 долларов. И это очень сильно настораживает. Особенно то, что Bitcoin Dominance у нас занял позицию 53%. И никак он просаживаться не собирается. Bitcoin в целом откатываться не собирается. Более того, прозвучали такие агрессивные заявления со стороны глав бирж. Вот, например, глава BitMEX предсказал падение эфириума до 100 долларов. И это тоже очень плохо. К этой новости мы вернемся. Давайте посмотрим на график биткоина. Что у нас сейчас здесь происходит. Выскажу свое мнение. На трехчасовом таймфрейме, конечно, у нас происходит следующее. Значит, то, что Bitcoin, скорее всего, у нас закроет торги. Опять-таки, где-то чуть выше 6400. Попробуем закрепиться здесь. Но все-таки считаю, что дно может еще быть. По однодневному таймфрейму мы можем посмотреть. То, что действительно сейчас идет такая некая консолидация. Где, собственно, бреют шартистов здесь. И, соответственно, потом могут дампануть рынок. И опустить рынок ниже его прошлого дна. А прошлое дно это 5800. На дневном таймфрейме, конечно, Bitcoin торговался куда ниже тогда. На где-то 5700. Где-то были у него торги. Но, тем не менее, мы видели то, что здесь происходило. И, конечно же, в глобальном смысле у нас должно быть падение. Если падение не будет, не случится, то это нам дает шанс. То, что рынок разворачивается. И то, что Bitcoin может обновить свою вершину, достигнув 9000 долларов. Вполне вероятно. Поэтому, я считаю, что горевать в этом случае не нужно. А нужно обратить на криптовалюту номер 1 в среднесрочной перспективе. Чтобы сделать проценты. Это тоже нужно знать. Потому что, ну, с вальтами, к сожалению, сейчас ситуация желает, конечно, лучшего. И, соответственно, что у нас растет. Антологи. Антологи я рекомендовал для покупки в топ-5 криптовалют на август месяц. Но я всегда подчеркиваю, что у каждого человека и зрителя своя голова на плечах. И каждый должен искать дно сам себе. Да, соответственно, я же не могу рекомендовать криптоактив. Давайте закупайте тогда, когда он показывает сейчас рост. И не могу это делать тогда, когда рынок склонен к падению. То есть, и поэтому всегда призываю то, что нужно думать самому. И непосредственно выбирать, но самому тоже. Ну, и, соответственно, сейчас у нас растет Ethereum Classic. И, значит, такие монеты, как LISC еще. Почему, кстати, LISC растет, мы разберемся. Ну, вернее, уже можно разобраться. То есть, анонсирован запуск LISC Core 1.0 в основную сеть. Вот почему LISC растет. Ну, давайте перейдем, собственно, к Ethereum. Почему, собственно, глава BitMEX Артур Хейс, который предрекал биткоину, значит, конец года 50 тысяч долларов, говорит о том, что криптовалюта Ethereum очень плохая. Масса венчурных инвесторов решает продавать в одно время. Если не продашь, а рынок продолжит падать, то потеряешь работу. Так что все продают одновременно, но кто купит все это дерьмо? Обычные инвесторы просто не смогут. Их средства не сопоставимы с деньгами институциональных инвесторов. Так что рынок падает сначала цены на токены, а затем и на Ethereum. По мнению Хейса, нынешнее падение Ethereum, скорее всего, продолжится до уровня весны 2017 года, когда криптовалюта стоила менее 100 долларов. Что касается своего мнения, я считаю, что Хейс только нагнетает панику. И действительно, сейчас с такими вот заявлениями, чем больше таких заявлений будет, тем больше будут показывать падение альты и то ли еще будет. SEO Pantera Capital сейчас самое время набить свой криптопортфель. Вот другие думают иначе. И самое подходящее время, чтобы набить свой портфель. Скорее всего, это всего лишь очередное дно рынка. Я считаю, что бычий тренд все равно рано или поздно вернется. Ну а что касается высказывания Уоррен Баффета, согласно которому биткоина это крысиный яд. Да, это действительно крысиный яд. А настоящими крысами в данной ситуации являются банки. Ну и мы находимся на пути к посткапитализму. Как известно, при капитализме богатые люди инвестируют, чтобы стать еще богаче. Последние 30 лет были переходным периодом. Не особо богатые люди изобретали ценные технологии, которые делали их самыми богатыми в мире. Теперь мы движемся к миру технологий, принадлежащих всем. UEFA успешно протестировала блокчейн-систему продажи билетов на футбольные матчи. И система была впервые протестирована на продаже билетов на майский финал Лиги Европы между Мадридским Атлетико и Французским Марселем в Лионе, где при ее помощи было реализовано 50% билетов. Бывший CEO PayPal назвал биткоин стремящимся к нулю культом. И я, кажется, не говорил, что он стремится к нулю. Я сказал, что в итоге окажется намного ближе к нулю, потому что в нем нет никакой ценности. Я не вижу абсолютно никаких причин называть биткоин полезным. Однако только волатильность делает его бесполезным. Не говоря уже о том, что его можно назвать платежным механизмом или средством накопления ценности. Я не говорю, что в мире нет волшебных идей, которые бы заслуживали финансирование и имели бы огромную ценность и силу. Но мы всегда говорим о юзкисах и почему они выигрывают в конкурентной борьбе. В случае с биткоином я не могу найти ни одного юзкиса, кроме криминальной деятельности. Но это очень все спорно, потому что, например, опять такие транзакции, которые будут доступны peer-to-peer, они все еще в силе. И биткоин для них очень хорошо подходит, несмотря на то, что есть куда быстрее криптовалюты, например, как лайткоин. Поэтому peer-to-peer через весь мир, как ни крути, это супер, чтобы передать человеку деньги. А что такое PayPal? PayPal – это здоровый конкурент, который доступен не во всех странах. И peer-to-peer передать деньги очень сложно. Поэтому я считаю, что криптовалюты будут идти в массы, так или иначе, их будут, значит, принимать и разрешать в странах. А PayPal, к сожалению, будет, наверное, все-таки стараться нагонять, чтобы он доступен был во всех странах. Потому что действительно PayPal до сих пор не доступен во всех странах за то время, сколько он существует. И поэтому это его огромный минус, потому что, например, за рубеж я деньги не могу переслать. А биткоинами, криптовалютами, кстати, могу. Поэтому такие дела. Ну, что касается неизвестных, они перечислили 18 тысяч биткоинов на один из адресов BitMEX. И изначально неизвестный отправил лишь 10 биткоинов, после чего с 16 адресов на счет поступило еще, значит, 18 тысяч монет. Общая стоимость в итоге составила порядка 114 миллионов долларов. Ну и, как я заявлял ранее, что анонсированный запуск LISC Core 1.0 в основную сеть. И в связи с этим криптовалюта подорожала. Джон Макафи возглавит LuxCore. И, значит, эти хардфорки позволяют внедрить нашу блокчейн-экосистему в революционные возможности, которые сделают ее отличной от других подобных экосистем. И позволят нам стать во главе рынка блокчейн-услуг. Ну, в принципе, такие новости за последние 24 часа. Мы видим, что, конечно, ситуация с альтами некоторыми, конечно, хорошая. То есть, мы видим, как показывают рост известные монеты, не какие-либо щиткоины. Это Populous, это Anthology, это Ethereum Classic. Но, тем не менее, конечно же, хотелось роста куда лучше. Потому что, например, Nano вчера дал пол икса. И мы видим, что, конечно, на таком рынке еще можно заработать. Но очень трудно найти точку входа. Поэтому в краткосрочной перспективе, если вы думаете, чтобы зайти сейчас в какую-то монету, да, действительно, это может послужить хорошим инструментом для того, чтобы заработать. Но, с другой стороны, есть два признака, по которым у вас не получится. Первое. Монету не будут пампить, и рынок так или иначе пойдет на бал. И потянет все монеты, и включая вашу монету. И, во-вторых, вы не сможете вовремя зафиксироваться из-за того, что, может, будете на психологическом плане испытывать жадность. И, таким образом, конечно же, потеряете свои проценты. Поэтому тоже нужно это учитывать. Кто как хочет, тот так и заходит на этот криптовалютный рынок. Потому что у всех цели разные. Например, я в Litecoin буду заходить еще в долгосрок, еще докупать. И, поэтому, меня сейчас мало уже интересует цена 50 долларов. Потому что Litecoin трогал 49, и я считаю, что с таким, значит, у нас с такой обстановкой на рынке у нас могут быть, значит, тяжелые ситуации, когда криптовалюты потерпят, опять-таки, фиаско и двинут их намного ниже. Потому что, если даже CEO BitMEX заявляет, что эфир там упадет до 100 долларов, то можно считать, что альты будут очень сильно продавливать, давить. А, с другой стороны, это может послужить тем, что эти вбросы специально делаются для того, чтобы люди не закупились, продавали и в итоге рынок помпанули. Но, сейчас это очень маловероятно, потому что Bitcoin dominance у нас растет, альткоины у нас падают, и на чем можно заработать, это биткоины и какие-то альткоины, которые, я не знаю. Это нужно очень хорошую интуицию иметь и вовремя выйти, кстати. Ну, а с вами был Криптохотей, всем удачи и всем пока.